Добиться расселения гнилого и полуразрушенного дома мало. Нужно еще не остаться без жилья в принципе. В этом году в бюджетах заложено средство на расселение двух деревянных построек в областном центре. На улице 4-я Меланжево и 2-я Энергетическая. В домах по 8 квартир. Часть из них приватизированы, часть в муниципальной собственности. К жильцам приходил оценщик и на 115 страницах расписал свое заключение. По его мнению метр площади стоит 31 300 рублей. Рыночную стоимость нам занизили. Если на госзакупках муниципальное жилье, у них получается по 42 500 за квадратный метр. А у нас у собственных по 31 300. Вот это главный вопрос. У вас соответственно сколько получилось? 1 794 за 57,2 квадратных метра. А вот допустим в нашем доме у муниципального 53 квадратных метра. Им почему-то покупают квартиру за 2 миллиона 264 тысячи. Разница, то есть у меня почти даже побольше полумиллиона рублей. Жильцы видят в этом сговор мэрии с оценщиком. Уже обратились в следственный комитет и прокуратуру. Специалисты надзорного ведомства ответили. Пишите отказ от денег и идите в суд. По нашей линии наш дом остался последний на выселение. До этого выселяли квартиры со стоимостью где-то 2 200-2 300. То есть и у нас когда нам оценили по такой заниженной стоимости, учитывая что два года назад расселяли такой же аналогичный дом, причем в зеркальном отражении, у него планировка вся одна и та же, выплатили собственникам 2 200-2 300, а нам предложили миллион 700. Жители и начали писать отказы от предложенных средств. Сетуют, что на такие деньги квартиры не купят. Мы считаем, что действия в мэрии неправильные. Потому что малогабаритные квартиры что ли нам покупать? Из старого дома они нам предлагают. Она мне сказала, ну и что ж на 10 метров можно поменьше купить, ничего страшного. Если вы будете квартиру, у меня вот 56 квадратных, а тут там 46 есть. Он даже нам вот этот оценщик фотографировал даже все вот квартиры. Миллион 200 может быть из двухэтажных домов, вот кирпичные дома. Там газовая колонка есть, холодная вода есть, что вам еще надо? За эту сумму не купишь никак. Там такие ремонты нужно делать в этих квартирах, что ой-ой-ой. А поскольку я одна, мужчин нет, надо нанимать это все. И когда же туда переселяться, если переселишься и ремонт нужен огромный. В общем, недовольная очень. Дома хоть и гнилые, но квартиры в них просторные. Двушки больше 50 квадратов. Менять жилье на меньший метраж собственники не хотят. На ту сумму, которую нам сейчас выплатят за нашу квартиру, мы можем купить только двухкомнатную квартиру. Причем квартиру очень убитую, мы уже интересовались, смотрели, ездили, в которую нужно вложить не менее 500. Мне вот непонятно в этой ситуации. Почему я из более, будем говорить, хороших сейчас условий должна переходить еще более в худшие условия? Потому что это будет учеб в моей семье. Сейчас я имею три комнаты и взрослую дочь, 32 года, которая выходит замуж. А мы вынуждены будем переходить в двухкомнатную, таким же составом семьи. По закону независимый оценщик должен примерно оценить жилье по средней цене за квадрат. В Иванове она около 40-42 тысяч по рынку вторички. Я даже предлагал варианты взять квартиру, пускай мне купят квартиру 57,2 квадратных метра, ну как в законодательстве положено, со всеми удобствами, ну все как положено. В ответ мне было сказано, за ваши деньги мы скупить вам не сможем, мы купим дороже, разницу в цене вы должны будете оплатить. Но по законодательству это незаконно. В мэрии о недовольстве жителей знают, но стоят на своей оценке. По данным двум домам отчет составлен, он предоставлен в администрацию, после чего администрация города Иваново провела независимую экспертизу. В заключении сказано, что все рыночные стоимости подтверждены, то есть экспертиза дала положительное заключение. Ни о каком сговоре не может идти и речи, отмечают власти. На открытый конкурс могли выйти специалисты из любого региона. А разницу в цене жилья для нанимателей и у собственников объясняют. Нужно учитывать, что у собственников оценивают их жилое помещение, которое сейчас они имеют. Оно неблагоустроенное, это частично удобство. Где-то нет канализации, где-то нет водоснабжения, это тоже учитывается, год постройки. Соответственно, оценщик все это учитывал. Что касаемо нанимателей муниципального жилья, им предоставляется другое жилое помещение. И по закону мы не имеем права им предоставлять неблагоустроенное жилое помещение. В этой формулировке и видят противоречия судебные эксперты, к которым обратились жители. По их мнению, суд единственный возможный вариант при упорстве мэрии. Но тяж страшиться не стоит. Да, практика уже на эту тему наработана. Она действует на территории всей Российской Федерации. Поэтому тут все по накатанной уже алгоритм понятен для всех. Все должно быть объективно, в рамках Ликакона, соблюдая баланс интересов. Ну, а тот вот эксперт, который провел на миллион семьсот, видимо, он либо немножко некомпетентен был, то есть, ну, это ничего страшного, потому что все мы люди, учимся, там, делаем расчеты, совершаем ошибки. То есть, длительность был акселирована. Финансовые вопросы затягивают процесс расселения дома. Пока все собственники не получат деньги на руки, дом не снесут. По документам, срок расселения этих двух объектов до декабря 2020-го. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.